До конца лета 2024 года в Смирноховском районе отремонтируют 90 подъездов и приведут в порядок все дворы. Такое поручение дал глава региона. Валерий Лимаренко посетил один из подъездов многоквартирного дома. Здесь не только провели качественный косметический ремонт, жители сами приложили усилия к созданию уюта, раскрасили стены и поставили комнатные цветы. Поговорила с соседями, они мне разрешили. Я говорю, давайте сделаем лето круглый год. Ну да. Вот так вот цветы здесь, а здесь тут. А поливай, кто цветы? Конечно. Еще одной точкой посещения стал социальный магазин. Посетители, которые регулярно покупают здесь продукты, очень довольны как стоимостью товаров, так и ассортиментом. Вот мой дом, две минуты магазин. Красота. Молочка, хлеб. Да все. Товары, химтовары там для дома. Все, не надо далеко ходить. Вместе с командой правительства Валерий Льмаренко посетил детскую школу искусств. В ходе общения министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нона Лаврик предложила учреждению стать базой центра «Сириус Сахалин» для жителей северных и центральных районов острова. Это проект для одаренных детей. Запустят его в сентябре 2024 года. Школьники, которые примут участие в проекте, смогут на льготной основе поступить в учебное заведение, развить себе разные качества, как лидерские, так и творческие. Это вокальное направление, это музыкальное направление. Мне кажется, ребята готовы к этой задаче, и она решаема вот с таким коллективом. Мы с большим удовольствием ребят пригласили 21 февраля на большой концерт, который у нас будет показан по Первому каналу. Своих не бросаем. Это хороший подарок для ребят. На традиционной встрече с населением губернатор решил десятки вопросов, которые поступали от жителей. Жилищный стал одним из самых актуальных. К главе региона обратилась девушка с просьбой переселить её из аварийного дома. Я проживаю в аварийном доме, срок расселения которого стоит только на 26-й год. И меня интересует, будут ли продолжены программы по расселению из аварийного жилья в будущем времени. По моим сведениям, переселение из аварийного жилья будет в 2025 году. Комфортную квартиру она бесплатно получит уже в этом году. В 2024-м в рейд-центре сдадут два дома на 77 квартир.